Личностью не рождаются, а личностью становятся. Но я этот тезис немножко отрицаю, не потому что я хочу его отрицать, а потому что есть некоторые наши исследования, которые показали генетические исследования в плане присвоения способностей, личностных качеств, что личность – это явление такое уникальное, неповторимое, и оно состоит из таких и креативности, и любви, и тех моментов, которые продолжение рода, которые порождаются только любовью. И вот на любви, как на оселке, и высвечивается личность. С одной стороны, деятельность его, той личности, вот профессиональная, учебная, учебно-познавательная, игровая деятельность, она же вызывает в жизни те или иные состояния, переживания, личностные, когнитивные и познавательные, и так прорастает и разум человеческий, и его способность, и его личностные качества, это и эмпатийность, отношение доброе к другому человеку, это и жестокость, это и злость, это и, так сказать, ну, какое-то раздражение по любому поводу и так далее. И вот в силу социальных вот этих условий и в обществе могут и доминировать вот такие тревожные состояния. Один вопрос касательно страхов еще у нас остался, не могу не задать. Нормально ли, когда человек ничего не боится вообще, не является ли это признаком каких-либо психических заболеваний? Ну, я не знаю, как в отношении психических заболеваний, а то, что это не совсем здорово, если так сказать грубо, это не совсем правильно, что человек ничего не боится. Человек где-то боится, значит, у него ослаблены какие-то вот эти механизмы защитные. Понимаете? Я так могу сказать, потому что нельзя сказать, что он, как говорил Спиноза, что разум не выступает у него господином чувств. Так же ведь? Это же надо бояться прикладывать руку к огню, прыгать с высоты. И вот в подростковом возрасте, да, в подростковом возрасте там параноидальное развитие идет, потому что там в подростковом возрасте вот это чувство взрослости воспроизводит в себе подобных, так, появляется. А он остается и в зависимой школе, как школьник, и он в семье, так сказать, ребенок. А он демонстрирует свое негодование, демонстрирует свой негативизм, он демонстрирует свою способность, потому что он другой, он способен воспроизводить на свет таких же, как он сам. И в данной ситуации он развивается так. Если не изменить отношения с детских на взрослые, то они, видите, и прыгают с поездов, и другие. Это просто демонстрация своей взрослости. Это и ходьба так, как ходят взрослые, это употребление и наркотических средств, употребление алкоголя и других вещей, которые сопряжены с тем, что есть осознаваемые и неосознаваемые инстинкты. Осознаваемые инстинкты – это то, что удерживает вот того или иного поступка. А вот неосознаваемые инстинкты, они как вомут тянут подростка, или человека, и, может быть, даже и взрослые есть такого типажа. И вот тут-то на арену выступает вот то, что может быть осуществлённо только при помощи какого-то, так сказать, диалога коллективного, смещения вот того, что «а я не буду делать, почему я?» Почему юбку такую я должна носить, а вот Света носит другую? Почему, так сказать, я должен выносить там мусор? Ну, к примеру говорю, что «а он протестует». Что делать родителям, вот если подросток начинает ездить на крышу поезда? Им нужно относиться к нему как к взрослому, перекладывать на него больше ответственности или что? Нет, это и речь идёт о том, что сменить тип отношений. Отношения, скажем, не запрета сплошного, не разрешения сплошного. Не так «я сказала, ты не будешь этого делать». А вот такое, что вот, а как ты думаешь, а может быть, следовало бы подумать вот так. А как если мы вот там возьмём и решим, вот мы с папой, с тобой вот решим, вот если ты будешь вот так поступать, вот таким-то образом. Если ты будешь согласовывать для того, чтобы ты мог продлить своё, допустим, свободное время больше на час, мы тебе, так сказать, нет никаких мер наказания и так далее. Может быть, следует изменить тебе, в общем-то, прическу, потому что подсмотрит это. То есть должна быть психология доказательности. Не феноменологическая такая, описательная, а доказательности того, что вот, в общем-то, это разумное. И тогда это идёт воздействие и на разум, и идёт воздействие на сердце. Я говорю, если хочешь, чтобы тебя поняли, воздействуй на разум. Если ты хочешь, чтобы за тобой пошли, воздействуй на сердце. Такой вопрос ещё от Аллы у нас. Расскажите, как работает на практике закон про психологичный захист населения? Я думаю, вот что. Что тут я хотел бы как-то смягчить этот вопрос. Знаете, почему? Потому что это только проект закона. А, это проект. Почему возникла необходимость такой закону? А проект закона, мы уже готовим его давно, и он, так сказать, прошёл многое апробации, но тем не менее, он ещё не в том состоянии, чтобы, так сказать, он находится на проработке в юридических органах и в некоторых комиссиях Верховного Совета, например, там, у этой евроинтеграции. Ну, и мы хотим его писать, так сказать, кому тех ассоциаций, которые есть и американские, которые различные, есть у них дивизионы, чтобы он охватывал все вопросы жизни, защиты и так далее. А как это психологическая защита населения? Как это? Что это? Ну, я объясняю, что должны быть проведены и такие мероприятия, которые будут свидетельствовать о том, что человек будет считать нормой обращаться к психологу, который будет получать помощь, который будет, так сказать, получать не только там взрослые, но и дети. Потому что у нас в Министерстве образования и науки существует мощная армия психологов. Их 25 тысяч. И они знают, как вести себя с детьми и так далее. Но нет еще закона о всеобщем защите на уровне, как информационная защита выстраивается, как выстраивается защита от манипуляций, как выстраиваются другие психологические средства, которые дают возможность человека освобождать от каких-то вещей. Дать возможность психологам проводить эти коммерческие, так сказать, такие центры создавать. И это должно быть узаконено. А у нас по психологической помощи, защите, вот она существует на уровне пока волонтерства и вот то, что есть в образовании. Ну, в школах, по-моему, везде есть психолог, да? Да, есть. Да, во всех школах есть. А вот я не совсем понимаю, согласно закону, это что, в каждом коллективе должен быть психолог, свой штатный, что ли, или как это? Нет, ну это еще... Взрослый-то тоже может обратиться к психологу, если у него есть такая необходимость. Нет, ну что может, но дело в том же, что детский психолог и психолог, так сказать, для взрослого человека, это же разный психолог. Ну да. Надо школьного психолога готовить к тому, чтобы он помогал и выводил с ПТСР семью там с детьми, он может работать, а уже непосредственно со взрослыми, с комбатантами, даже там. А вот, когда речь идет о психологической защите, то это должна быть пронизана вся система социального бытия, в общем, нашего общества. Так, я думаю. Если приводить примеры, то это, знаете, вот есть как защита психиатрическая. Вот, но это не аналог тому. То есть насильно не заставят никого-то там, чтобы им отправляться на учет становиться, да? Да, ну я не хочу так очень детально обсуждать этот вопрос, поскольку он прорабатывается, поэтому... Есть еще такая достаточно глобальная тема, Катя интересуется, из-за чего возникают психосоматические заболевания и как их лечат? Можно ли панические атаки отнести к психосоматике? Да. Значит, тут такой вопрос. Какие же психосоматические, вы говорите, заболевания? Заболевания. Из-за чего они возникают и что это такое, как их лечат? Да. Ну, видите ли, тут есть и физиологические, анатомо-физиологические или физиологические основания, и есть и социальные. Вот, чем наибольше всего их свидетельствует практика, вот, обращаются, вот такой мониторинг был проведен, обращаются к психологам кто? Вот. Это люди с, я бы сказал бы так, соматоформной вегетативной дисфункцией. То, что раньше называли вегетативной дистонии. То есть это проблема физического характера? Это проблема, которая, ну, такая, знаете, она и не физическая. Супрун отменила вообще вегеттососудистой дистонии, ну, наш министр здорового хранения. Да, да. Но это, она существует в мире как соматоформная вегетативная дисфункция. Вот. А вот, и вот часто обращаются, потому что испытывают панический страх. Страх, то сердце заколотило, потому что прошел быстрее или что-то такое, и все, миру конец. Потому что я дорогу не перейду, я упаду, вот надо, чтобы был тут валидол, тут надо, чтобы был этот самый корвалмент, чтобы там был успокоительный какой-то, и еще психолог придачу. Вот. И это состояние, которое связано с чувством смерти, это состояние, которое связано с повышенной тревогой и панической, он не знает, что его ждет. То ли сердце будет останавливаться, то ли будет чрезмерно биться, то ли давление подскажет, а люди же у нас образованы, они знают, что есть гипертензия, что есть, так сказать, такая дисфункция, которая состоит в том, что человек не может совладать со своей, так сказать, соматикой. Вот. Поэтому существует, да, а какие еще существуют? Есть вот кожные, так сказать, соматические, в общем-то, заболевания, сердечно-сосудистые, наиболее распространенные. Кожные, это тут же псориаз, я так понимаю, да? И псориаз, и дерматит, дерматиты, и, я бы сказал бы, аллергии различной, различного, так сказать, происхождения, бронхиальные астмы, вот. Вот это такие наиболее распространенные и панические атаки. Вот, идет человек самолет, вдруг вспоминает, что у него чего-то нет, и что там будет, и как, где он будет жить, и как он обойдется, если он ходит в психолог, как он обойдется без психолога, и как он будет существовать в этой ситуации. Все, он никуда уже не едет. Ну да, потом обливается, потом обливается. Начинается повышенное сердцебиение, ипертензия, начинается потовыделение, и так далее, и человек просто в ступоре. Приняв решение, что никуда не едет, он как бы немножко успокаивается, но обязательно, если он следит за своим, а они следят за своим здоровьем, то начинается, так сказать, вот этот поход к специалисту. Вот, но это здорово, что они посещают все, потому что это какой-то, так сказать, выход. Но не так массово ходят, вот с такими, в общем-то, соматическими расстройствами. Кто лечит психосоматические заболевания? Психологи, психиатры, хирурги? Нет, как правило, это лечат психологи. И вот, касательно к этому, я хочу сказать, что в свое время, в 2000 году, мной был организован медико-психологический факультет. Ну и в 1995 году была создана кафедра общей медицинской психологии в медуниверситете на базе института психологии и на базе медицинского университета имени Богомольца. Там готовятся и готовились психологи, которые, в общем-то, были, проектировались, и мной проектировались, как именно работа с соматическими больными. Как облегчить протекание высшей психической функции, теле иных состояний. Как и для того, чтобы это сделать, то нужно было, чтобы медик, чтобы психолог знал и медицину, и психологию. И вот так появился этот медико-психологический факультет, он единственный в стране у нас был, и даже на бывшем СНГ был он один. Ну и так получилось, что они сейчас в результате вот этих, так сказать, будем так говорить, различных перетрубаций, различных реформ, они раз отменили медицинскую психологию. Я обратился и к супругу, и к министру Гриневичу. Вот они как бы восстановили ее. Но тогда началась какая-то, так сказать, борьба то ли за места, то ли, не знаю, начали отжимать этот факультет, я ушел. Потом начали из кафедры там, так сказать, я вынужден был уйти. И в конце концов, по этим квалификационным требованиям, почему-то не оказалось в квалификационных требованиях даже психологии. Я очень сожалею об этом, я просто к слову. Вот это было наиболее адекватное и наиболее разумное сочетание тяжелых соматических болезней. Ну вы будете смотреть, что с этим делать. А как лечат психосоматические заболевания? Медикаментозный, гипноз, какие методики? Просто разговоры с психологом. Дело в том, что существует, как я уже говорил, когнитивно-поведенческая терапия. Потому что есть и психопатия тревожных состояний, и есть, так сказать, психопаты, которые концентрируются на своих так нуждах, что они как бы становятся такими, знаете, ну, как бы питаются чужими эмоциями. Вот. Поэтому вот когнитивно-поведенческие, применение когнитивно-поведенческих методик, применение методик гриштальтерапии, применение методик, которые связаны с динамической психологией, с динамической терапией. Ну, и тут однозначно можно сказать, что и телесно-ориентированная, как я уже говорил, терапия. И вот только вот такими методиками, ну, они разнообразные настолько, что мне тяжело вписать какие-то вот формы. Почему нет вот клише какого-то, что вот так надо вести, да, все индивидуально. Насколько идет в диалог вступает, так сказать, этот клиент, настолько клиент или подопечный, как его по-разному называют, то в результате этого и открываются, как бы, вот эти горизонты для того, чтобы, так сказать, поставить человека, скажем, как попросить что-то, как строить предложение, разговор, как, так сказать, умело, так сказать, обращаться к другому человеку. Есть такие методики. У меня, мной, говорят, с авторами выпущена целая, так сказать, подборка методик, которые называются практиком, так сказать, коллективной психотерапии. Не психотерапии, а психокоррекции. И там уписаны методики. И она, кстати, есть даже в сетях. Вы сказали, что причины психосоматических заболеваний бывают физиологические и социальные. Физиологически это та же дистония, да, вегетососудистая. Последствия травмы могут быть причиной психосоматических заболеваний? Ну да, конечно, травмы. Всякие травмы, они же ведут чего? Они ведут к страхам, так, к переживаниям. К тому, что, как я говорил... Негативный опыт какой-то был, который... Конечно, конечно. Вот какой-то страх может породить целый-целый спектр каких-то переживаний негативных, которые, в общем, становятся укладом жизни. Понимаете? Все время человек центрирован на себе. Вот и то болит, и там болит, и вот это я то не вижу, или того не слышу. И, в общем-то, в зависимости от той травмы, которую получил он. Это, я считаю, что это социальная, потому что травма, она, есть явление такое взаимодействие человека с природой, с людьми и так далее. И вот в этом контексте и происходят вот такие, я бы сказал бы, в общем-то, травмирующие обстоятельства, которые ведут за собой, в общем-то, те или иные нарушения чисто саматопсихологического дисфункции. То есть оно все переплетается, социологически, физиологически, все... Оно переплетается, причем так, так сказать, как говорил Гёте, и вот я в чем не разберусь, что душа и тело слиты нераздельны. Но почему же тесно их союз разъединен чертой смертельной. Все оно вместе, и вместе с тем все оно как бы и порозит. Дело в том, что вечно стремлящиеся к истине, или не к истине, ибо она, это я цитирую Ролана, недоступна к внутренней гармонии, к внутренней гармонии, которая и есть для нас высшая истина. Понимаете? Потому всякий аллогичный акт или противо какой-то, он может выступать как для другого, как норма. Я знаю, что некоторые пациенты лечатся не у психологов, а у невропатологов. Невропатолог может лечить психологические атаки? Все может быть, все может быть, но дело в том, что это, понимаете, это не является, ну, нормой, чтобы невропатолог. Невропатологи занимаются второй или третий, так сказать, когда неврологические есть какие-то, тики, если есть гиперкинезы, если есть какие-то подергивания, если есть какие-то, так сказать, явно даже на внешнем облике человека есть какие-то асимметрия в чем-то и так далее. Там, где медикаментозное должно быть лечение. А мы говорим о том, что эти вот расстройства, они не являются такими грубыми, и они не, хотя есть, которые, которые я говорил, что вот когда в результате декомпрессии будут люди, то они будут или психиатром, или невропатологом, те, которые действительно этого требуют. А доминирует ли такое, так сказать, ну, что ли, мнение, что должны лечиться не к психологам, не к психиатрам, а к невропатологам, я, честно говоря, думаю, что это не совсем правильно. Спасибо вам за ваше время, за ваши ответы, Сергей Дмитриевич. Вам завершающее слово, для тех, кто нас сейчас смотрит. Я хотел поблагодарить всех, кто нас слышал, видел, или кто нас слышал и видел. Хочу сказать вам огромное спасибо. Хочу выразить свое удовлетворение за ваше терпение. Я вас хоть и не вижу, но чувствую, что все было у нас нормально. Я постарался изложить фрагментарно те, так сказать, знания, которые у меня есть, опыт, и те, в общем-то, на мой взгляд, некоторые продуктивные вещи в психологическом кругу людей и в защите наших граждан от вселяких влияний. Хочу, чтобы вам было всегда на душе светло, в голове ясно, а чтобы сердце ваше любило так же, как любило с детства. Спасибо. Спасибо. И шоу.